Сегодня четвертый день международного кинофестиваля в ГИК, и мы находимся на показе документальных фильмов. Сегодня представят фильмы многие страны, среди которых Чехия, Аргентина, Венесуэла и другие. Все фильмы очень разные, но объединяет их одно. Человек. Фильм «Мирман», который снял крыгызский режиссер Айкол Нурланбек, рассказывает про местную целительницу. Есть героина «Мирман» Надежда Тухтуэксай. Она делает лекарства с травой. Во время пандемии «Мирман» Надежда помогла всей аул, всей селе. И, слыша про нее, она помогла родить 137 женщин. Поэтому я хотел снимать про них. Фильм «Соколики» Юлии Макаровой из Санкт-Петербурга о связи человека с необычным питомцем — соколом. Документальный фильм про низандроматургию, где главным поворотным пунктом является болезнь птицы. Он просто хотел привезти птицу в ветеринарную клинику на как-то ежегодный осмотр. Это, ну, как, в принципе, всем животным нужно посмотреть, все ли с ними в порядке. Это часть знакомства с героем должна была быть, то есть ничего не должно было произойти. Только в процессе мы поняли, что она больна. Из-за того, что охотник уже относится к птице не как к инструменту, как раньше, с выходом в лес для ловли добычи, сейчас же охотники, если на них посмотреть, они не выходят в поле, они тренируются с ней, занимаются или вылечивают, донашивают. Из-за того, что вот эта охота ушла, птица теперь не инструмент, связь становится сильнее и больнее, когда она разрывается, когда они умирают или погибают на тренировках и все такое. Им больнее это переживать.